Продолжение следует... Если у вашей мамы, у вашей бабушки, у отца и дяди были психические заболевания с подтвержденными официальными диагнозами, то в первую очередь нужно узнать, в первую очередь нужно узнать, передаются ли эти заболевания по наследству. Это первое. Второе. Если заболевания передаются по наследству, то вам обязательно у психотерапевтов, у психиатров, которые работали с вашими родителями или работают с вашими родителями, нужно узнать полную историю болезни или хотя бы обстоятельства, в которых эти болезни развиваются. То есть что это? Постоянный стресс, невроз, закрепленные и скольченные представления о реальности, там, сезофренические проявления, психопатические проявления и так далее. Все это можно отследить на достаточно ранней стадии и периодически пролечиваться, чтобы у вас ничего не было. То есть ты достаточно просто обращаться, например, к психологу, хотя бы периодически, чтобы просто пролечивать свои проблемы, потому что много, не все, но много психических заболеваний развиваются именно потому, что тот человек все держит в себе, не разговаривает, не проговаривает, либо по кругу ходит в колледжки одних и тех же переживает переживаний. И, соответственно, например, как раздается иллюзия, как раздается иллюзия. Человеку нравится фантазировать. И человеку нравится, если это неорганические проявления, если это неорганические поражения только мозга, если вот именно психическая картина болезнь болезнью. Человек, например, фантазирует, ему нравится фантазировать, он чувствует себя лучше в этих фантазиях, и он хочет и снова и снова сбежать в эти фантазии от реального мира. Он у нас сбегает, и в начале это иллюзия, а потом эти иллюзии превращаются в галлюцинации. То есть, в этом контексте можно сказать, что психика, психика, да, она болезнью защищается. Это первое. Ну, вот, как, например, истерия, да. Истерия – это защита. Это защита. Это наличие у больного мнимых болезней с тем, чтобы ему уделялось большее количество внимания. Например, 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 да. Либо психическое заболевание происходит тогда, когда не срабатывает, например, защитные реакции, защитные механизмы психики. То есть, например, такие, как гнев, агрессия, апатия, безразличие и так далее. В этом случае тоже происходит развитие, ну, создаются предпосылки для развития психических заболеваний. Например, вот тот же стресс, который, если продолжительное время, соответственно, породает тревожные расстройства. Иногда это и фобические проявления, то есть, фобии и так далее. То есть, вариантов здесь, в принципе, масса. И со всеми этими вещами можно и нужно работать, но если болезнь уже запущена, то, конечно, ее вылечить сложнее, чем если болезнь, например, еще не развивается, но вот какие-то проявления ее уже имеются. То есть, симптомы пока в пределах нормы. И вот пока симптомы в пределах нормы, и с ними можно вполне успешно работать и прорабатывать. Прорабатывать. Значит, так, что совершенно необязательно, что у вас будет проследствовать заболевание. Вы говорите, что в моей жизни пока тоже мало приятного. Это плохо, но именно дело, что приятного было больше. Соответственно, тут коррекция вашего поведения. Вполне вероятно, вам будет адекватный наставник, коуч, специалист, который бы вас, как бы, помогал вам развиваться, успешно двигаться, личностно расти и так далее. Вам всего 23, все у вас в руках. То есть, что вы много переживаете. Соответственно, с одной стороны, как можно более скорый выход из стрессовых ситуаций. С другой стороны, правильная релаксация, организация правильного досуга. То есть, это и спорт, и отдых активный, пассивный, и смена деятельности и так далее. С третьей стороны, это изменение отношения к стрессовым ситуациям так, чтобы вы не принимали их близко к сердцу и вообще существенно прорядить то, что вы принимаете близко к сердцу. И последнее, это активизация вашего потенциала, как человека, как личности, как социального субъекта, и в будущем, может быть, как партнера в личных отношениях и, соответственно, как родителя. Обязательное выстраивание отношений на основе равенства, взаимного уважения, честности, искренности, доверия. Ну, вопрос к довериям, он немножко отдельный, потому что доверию тоже нужно научиться, нужно уметь правильно доверять людям, доверять правильным людям и правильно доверять. Вот так, я бы сказал. Вот. И доверять разную, то есть не доверяя всем одно и то же, потому что, если доверять всем одно и то же, то человек может просто не справиться с тем, что вы ему доверили. Обязательно сливать свой негатив. То есть для этого есть психологи, для этого есть, значит, наставники, для этого есть, даже может быть, бог и так далее. Вот. То есть выбирайте, что вам больше по душе и сливайте свой негатив туда. А главное, это его негативство в вас, потому что, ну, я вряд ли ошибаюсь, если сказать, что абсолютно все болезни имеют под собой, психические заболевания имеют под собой, так или иначе, способ борьбы с негативом. Ну, с той или иной степенью успешности, но однозначно, однозначно. Вот. Потому что, ну, вот, например, даже если организм брать, организм болеет только тогда, когда он не справляется с тем, и своей болезнью он как бы показывает, что он нужна помощь. Вот. Вот, если бы с организмом все было в порядке, он бы не болел. То же самое, и с психикой. Если с психикой все в порядке, то болезни просто вам делать нечего. А если психических ресурсов, сил недостаточно для того, чтобы справиться с негативными, деструктивными, разрушающими тенденциями, то, соответственно, возникает болезнь. Поэтому не доводите до такого состояния, когда у вас уже болезнь начнется, да, а просто-напросто заботитесь о своем физическом, психическом и психологическом здоровье. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok